дорогие друзья всем привет привет сегодня 13 мая четверг и посмотрите какой солнечный и прекрасный сегодня денек а вчера почти буря было такой витрюган дождь временами так что на сегодняшний день у нас большие надежды идем же прекрасно сегодня в лесу спокойно тихо спокойно тихо пахнет нет это прекрасно усиливается вот этой блестящей шляпкой и свежайший первенец видно ночничок ну может быть вчера вечером он вылез но в этой местности он пока один я смотрю разведчик взяли языка где остальные катя же говорю взяли языка а я тут такого приятного размера нашел ножка у нее слегка червовато сейчас о да ну ты-то его сама срежешь или мне кошка была немножко черивая так он вообще суперско видно свеженький блестящий как я люблю после дождика ну что я говорил после дождика они уже не такие червивые а я раньше думал наоборот ух ты так это целая полянка красота вот они и серенькие и коричневенькие я вижу класс но я тебе помогу не против смотри катя чистить чистилище хотел сказать так где-то тут еще мы видели я на коленях проползу это тоже свеженький маленький ни одного червячка я такие рады такие рады сильно нет ножку срежь и все ты маленького увидела да кать а я его родители увидел такого желтоватого оттенка так но этот червивенький чересчур наверное а ну-ка одна ножка посмотри шляпка норман но пахнет балдеж понюхай ты себе ну хорошо вчера наверно ну градусов 10 была температура ну может быть 15 ну ветер такой холодный а сегодня солнышко самого утра и так приятно и не жарко и не холодно катя традиционно конечно в тулупе таджикистане я видел тоже в таких ватных халатах тусуется чтобы не чтобы не жарко было вот туда вот глубину взорослевать и даже не вижу смысла лезть отсюда принципе все просматривается там ничего нету а они сосредоточены сейчас на открытой местности вот теперь я уже наверное осмелюсь сказать что пошла волна майских маслят довольно частые находки одна зрительница которая смотрит нас из италии написала что у них магазине продают белые грибы и в основном все они червивые и там это считается нормой но я не знаю может быть там у них какой-то процент ух ты какой большой какой чистый класс везуха я смотрю ты тут шинковала есть определенные стандарты нет обычные белые так понял то ли они замороженные стране евросоюза и такой гриб продается значит есть какие-то стандарты какое-то количество червей считается нормой когда-то у меня родственники на базар пошли ругаться в печени то ли свиньи то ли говядина это было обнаружился печеночный сосальщик ну такой глист представляет так они пошли ругаться а администрация рынка заявила что это типа нормально один какой большой и маслянистый и не один вот рядышком еще начнем с этого поменьше ну тут ножка видно слегка поражена была а так принципе нормальный гриб этот побольше поэтому на него надежд поменьше он свеж но катя попробуй к оставляем его к сожалению а может быть для него к счастью может он тут споры посеет и еще рядышком он это похоже наступил кто-то что ли а этот свежачок кайф а не увидел здесь еще один катя а этот сожалению вот он с виду очень а ну так правильно у него только ножка только ножка червила сейчас вырежу а так то все шляпки свежайшие так и пышет молодостью то какой-то не лицеприятный обваляется зато вот пышущий молодостью неплохой такой маленьких размеров масленочек все равно радует тот факт что они есть уже и их немало ну как в прошлый раз их было совсем чуть-чуть что можно выбрать можно наверно он не стар ухты чист так тут удивительно рушатся все мои гипотезы по поводу того что где сырей там меньше червей тут на солнышке он даже такой не слегка подсушенный и совсем чистый ну я хожу анализирую только выстрою какую-нибудь закономерность как тут же она рушится закономерность одна пришла весна появились грибы ходи собирай выбирай червивые оставляй а чистые забирай повстречались какие-то прям разноцветные маслятки вы видите лучик солнца прям на него попал здесь они более белесые а этот же мулатик так ну этот слегка червоват о этот можно сказать чистый за исключением нескольких бороздок так-то он чистенький этот масленочек червивый но червивая одна ножка вы тоже не ленитесь проверяйте возможно ножка одна поражена шляпка будет чистенькой а вы оставите и пойдете зачастую это так и происходит но не в этом случае здесь шляпка тоже вся поедена оставим пусть доедят здесь вот разрыли разрыли бугорочек рядышком свежайший масленок и совсем чистый чистейший но он тут как бы двойной может быть они его эти грибы также ищут мошки или червячки кто там если их не видно то они не поражены какая прекрасная семейка блестящая молоденькая рядом еще вот совсем чистый ну чё и совсем чистые попадаются вот ну ка и этот чистенький надеюсь они тут все такие и да они тут все чистячковые это радость а здесь еле заметно вот если не прийти впритык ты не увидишь травки этот оставим а этот заберем сейчас будем рушить мою теорию о том что спрятанные маслята не червилы здесь тем более они уже здесь не молодые не молодые и червилы я смотрю ты там не поднимаешься ох какой чистенький душа радуется ну я уже объявил о том что это волна пошла маслятный слой посмотри катюша эталонный и какой он белоснежно чистая так и выскальзывает как рыбка что ты что только поняла я смотрю ты тут не справляешься ты хотела сказать беляк ух ты смотри катя какая красота радостью надо делиться катя я на правах мужа вообще-то тут иди просто зацени даже не тороплюсь срезать как на картинке вот какой вот я не срезаю я хочу просто показать смотри их тут уже не один посмотри очень красиво после дождя блестят вообще шикарно шикарный вид а еще меня не может не радовать тот факт что после дождя вся пыльца как бы присела прибила ее дождем и нет аллергии ну или не так ярко выражено так почихиваю что там кати кто-то ладит я хочу что ты молчал а вон еще он глянь смотри три ух ты я туда короче я не подавлю не переживай а я хочу снять ты выходи или помолчи я молча поснимаю просто я хочу чтоб птички пели ну что можно говорить белые да да дай бог чтобы они были все не червивые смотри-ка чистые ну один точно да а ну это чуть-чуть ножка ой но этот поеденный ну ничего спасибо тебе что ты хоть своим видом порадовала а этот крупный и хороший хорошая катя ну проверь все равно надо проверять не ну тут вот но чистят шок тут большой и чистый как мне повезло вот еще большой но он какой-то шаткий видимо изнутри поражен до оставим здесь этот тоже наверно оставим здесь да да катя после маслят не жди что они у тебя будут красивые ну да ну ничего есть всякие средства чтобы отмыть смотри вроде бы кустики кустики а загляни под кустики прикольно да что это масленок что ли а что это ну да еще даже с плевой кстати вот сосна тоже вот типа как цветет это наверно шишечки зарождаются и пыльца расходятся по всему лесу кстати вот по поводу аллергии хочу попробовать одно средство но пока о нем ничего говорить не буду пока на себе сам не испробую могу сказать только лишь что средства да на основе грибов о давай проверим катюша вот этот масленочек он такой уже не совсем молоденький да или он просто подсохший в таком месте одна ножка была червивенькая обрежешь те которые подсохшие лучше чем те которые влажные а вот смотри влажный проверим а влажный совсем чистый на аж у на ой привычка все отдаю детям лучшее ох ты красота ой он хороший хороший ё-моё слушай у тебя такие большие хорошие я тут мелочи набрал ну да на солнышке проверим на солнышке чистый вот на солнышке большой и чистый представляешь ку-ку не боится вот это я люблю смотри катя два да красивеньких и чистеньких видишь чистый подожди а этот и этот чистый ё-моё пятачок любовью чистой винни-пуха полюбил и у тебя винни-пуха катюша ты видела какие красивые цветочки на половинку на половинку что на половинку на смысл на одной стороне желтая с другой фиолетовой нет на половинку не вот это да на половинку а вот и наш старый знакомый дуб с сережками дуб трансвестит сережки уже подвявшие этот срежу чистейший а ты тебе два проверишь тут кто-то уже срезал ага а это они значит недавно белое золото ну это почти ну там один за пол случайно чья-то машина там стоит какой масленок катя к нам кто-то приближается мы тут еле оторвались от погони какие-то люди увязались ну мы чтоб никому не мешать да и мы за то чтоб нам никто не мешал а они буквально бежали за нами мы в одну сторону они за нами мы в другую а не в другую потом гляжу на перерез побежали мы ускорились в общем вроде оторвались но я так думаю он метил территорию где нам не ходить отгонял нас как овчарка двух овечек заблудившихся наверно там хорошее место и какую-то мусорку именно сюда он нас и пригнал сейчас он стал очень громко чихать словно показывая нам что это его территория почему ничего не попадается вот посмотри какой памятник пожару недавнему пожару ну и жара после такого похолодания на сегодня передавали 28 градусов в тени это же ужас ну ничего на следующей неделе я смотрел грозы и мои грезы о белых грибах посмотри Катя ты узнаешь вообще кто это такие шлопатые грибы мало конечно надежды что они хорошие ну проверь а то будем всю жизнь думать они как бы свежие просто что черви нашли их раньше нас они же тут местные жители да кстати еще да что еще 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 нормальный эх немного все равно надпочечники впор снулы в кровь адреналинчик уже хоть на этом спасибо солнце все выше и все жарче становится мы решили уже направляться к автомобилю ты помнишь что мы уже зашли на территорию конкурирующего племени что я уже слышу голоса Катя тут и правда местечко поинтересней а то загнали нас на мусорку ну смотри губка губка как новенькая посмотри там может не критично да вырежешь ножку такую красоту я не могу не показать ух ты вот он смотри Кать только начала ножка червеветь а тут он вот срезал я успел да ну я и червям оставил там нехило у нас же все таки с червями много общего но одно точно это страсть да грибам очень красивая даже зрелище в очередной раз блестящий масленочек хотя бы ради зрелища поснимаю да он к сожалению все блестит дальше и радуй глаз грибняка и живот червяка и да и и в повезло уху в этом лабиринте из маленьких сосенок потерял Катюшку, нашел. Кругленький, как яблочко попался. Посмотрим, что там, как он себя чувствует. Подсох на солнышке. Да он же чистейший Катя. Спасибо, пахнет как. Вот хотя бы ради красоты просто в кадре покажу. Какой свежий гимнофор и какая продырявленная ножка. Ну-ка разрежем его. Вот еще одно доказательство тому, что надо разрезать. Видите, только ножка лишь поражена. Сейчас мы ее вырежем. А это мясо отправляется в музей Капитал Шоу. Я тут просто в такое сказочное место попал. Сказочный пятачок. О, и там еще увижу. Здесь немножко он. О, хороший. Я же не мог ошибиться. Вон он. Совсем еще малюсенькие ножки. Ты тоже нашла на моем местечке. Да, Катюш? Не все же тебе. Ой, Катя, он еще на Бролке. О, хороший. И я хороший, смотри, нашел. Ну, он на Бролке еще, посмотри. Хороший. Не верю. Да. Говорю же, сказочное местечко. Ага, мухи пристают. Та е-мое. Неужели от нас так плохо пахнет? Ну вот уже мы и выходим к автомобилю. Дорогие наши любимые зрители, спасибо, что погуляли сегодня с нами. Благодарны вам за ваши приятнейшие, супер приятные комментарии. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Мы вас очень любим и ждем новой встречи с вами. Будьте здоровы, счастливы и до новых встреч. Пока. Пока.